МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорога, нечищенная от снега, может стать причиной претензий к эксплуатационной организации. Ну, например, если ненадлежащее состояние асфальта повлекло ДТП и стало причиной материального ущерба кому-то из участников аварии. Однако даже старания дорожников по расчистке проезжей части от завалов до греха могут довести. Белой скатертью дорога, и тут сверху кто-то накрошил. Что такое? Ехал по трассе, а с моста коммунальщики сбрасывали снег прямо на мою машину. Сразу останавливаться не стал, а вот когда приехал, увидел, что повреждение незначительное. И вроде не сильно, но все же обидно. Можно ли спустя время взыскать ущерб с коммунальщиков? И как? В конце концов, есть же запись видеорегистратора. Ничего взыскать не получится. Запись регистратора здесь не поможет. Она не дает ответы на ключевые вопросы. Где и когда произошло ДТП? Ведь дата, время и координаты на регистраторе могут быть сбиты. Это не железное доказательство. На какой автомобиль упал снег? Какая машина этот снег чистила? Ее номеров не видно. Вы не вызвали полицию, не оформили ДТП. И это главная проблема. Так что ремонт за свой счет. Под грязной ледяной бомбардировкой с эстакад и виадуков оказаться может любой. Что необходимо сделать пострадавшему в первую очередь. И если вы все-таки не желаете прощать неряшливым и небрежным дорожникам царапины на кузове, не говоря уж о более серьезных повреждениях, то стоит выполнить ряд следующих действий. Прежде всего максимально быстро перестраиваюсь для остановки на правой обочине. Само собой, знак аварийной остановки. Вызываю полицию по номеру 112. Фиксирую дату, время звонка, свои данные. Далее фотографирую мой автомобиль с привязкой к местности, место ДТП и сам мост. Полиции необходимо получить копию плана схемы ДТП, протокола осмотра поврежденного автомобиля и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Стоп! А в отношении кого? В отношении неустановленного лица. По факту нарушения ПДД. Когда виновника найдут, берем копию постановления о привлечении его к ответственности и обращаемся за возмещением по ОСАГО к страховщику. Не исключено, что установить конкретного нарушителя не удастся. Скажем, в уборте участвовало несколько машин и неясно, кто именно сбросил снег с моста. В этом случае взыскиваем ущерб с работодателя. Узнать, какая именно организация обслуживает этот участок дороги, можно в администрации того района, где произошло ДТП. Начинаем с досудебной претензии. В случае отказа идем в суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова